Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Добро пожаловать. У сатаны есть замысел, направленный против христианства. Сегодня я расскажу о нем в фестивале Манны. Мы с вами углубимся в Слово Божие. И я представлю вам доказательства, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Кстати, о воскресении из мертвых. В Иерусалиме повсюду встречаются древние гробницы. Сейчас я нахожусь в археологическом парке Иерусалима, где когда-то велись раскопки. Я устою у гробницы Иеродов. За моей спиной вы видите арку и круглый камень. Сегодня они нечасто встречаются, многие уже разрушены. Круглый камень устанавливали у входа в гробницу, чтобы защитить тела и убранство. Зачастую вместе с усопшим хранили и его сокровища. Поэтому гробницам наведывались грабители. Род Иеродов прекратился. Один Иерод приказал убить всех младенцев в Вифлееме. Иерод из 12 главы Деяний обезглавил одного из первых мужей Божиих в Библии. Еще один Иерод из книги Деяний сказал, «Ты почти убедил меня стать христианином. А теперь хочу сфокусироваться не на гробницах, хотя мы вернемся к ним ближе к концу программы, а на атаке на христианство». Служите меня очень внимательно. Многие считают Иисуса Христа либо основателем великой религии, либо просто учителем, либо учителем и пророком, основавшим великую религию. Сегодня в мире насчитывается примерно полтора-два миллиарда тех, кто считает себя христианином. Если вы настоящий христианин, вы верите, что Иисус – Сын Божий. Многие мировые религии с трудом понимают, почему христиане учат, что у Бога есть Сын. В исламе считается, что Аллах никого не рождает. Следовательно, у Него не может быть Сына. Евреи считают, что Бог един, а Его Сын – это Израиль в духовном смысле. Что значит «Иисус» – Сын Бога? Может, это придумали люди? Откуда взялось это понятие? Во-первых, нужно признать, что с самого начала, сотворив человека, Бог намеревался сформировать семью. Я обосную это местами Писания. В Новом Завете сказано, что Адам – Сын Бога. Это Евангелие от Луки, 3 глава, 38 стих. Адам назван потомком Бога. Если вернуться еще раньше, сотворению неба и земли, в Бытии 6 главе, 2 стихе, сказано, что ангелы названы сынами Божьими. В книге Иова сказано, где был ты, когда все сыны Божии восклицали от радости. Бог говорит, что во время формирования земли, когда он закладывал краеугольный камень Всего Творения, ангелы называли сынами Божьими. Об этом говорит и Бытие 6 глава, 2 стих и книга Иова. Адам, первый сотворенный человек, назван сыном Бога в Евангелии от Луки, 3 главе, 38 стихе. В книге Исход, 4 главе, 22 стихе, Израиль, бывший под гнетом Египта, назван сыном Бога. Бог сказал фараону, отпусти моего сына. В Новом Завете есть много мест, в которых Иисус назван сыном Бога или сыном Божиим. Я покажу вам эти места, потому что многие не исследуют Библию и не видят этого. Давайте прочтем эти стихи. Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Гавриил назвал Иисуса сыном Божиим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 34 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я видел и засвидетельствовал, что сей есть сын Божий». В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 49 стихе, Нафанаил говорит, «Рави, ты сын Божий». В Евангелии от Матфея, 16 главе, 16 стихе, Симон Петр говорит, «Ты Христос, сын Бога живого». В Евангелии от Иоанна, 11 главе, 27 стихе, Марфа говорит, «Ты Христос, сын Божий». Бесы, которых Иисус изгонял из людей, часто говорили, «Ты сын Божий», как, например, в Евангелии от Матфея, 8 главе, 29 стихе. Ученики Иисуса в Евангелии от Матфея, 14 главе, 33 стихе, сказали, «Истинно, ты сын Божий». В Евангелии от Матфея, 27 главе, 54 стихе, охранники гробницы Иисуса сказали, «Воистину, он был сыном Божиим». Все это новозаветные высказывания разных людей. Не кто-то один, не только ученики. Разные люди называли Иисуса сыном Божиим. Есть вопрос, которым задаются очень многие. Когда я был в Иерусалиме, ко мне подошел мужчина и спросил, «Как вы можете учить, что у Бога есть сын?» Он не понимал концепции, почему Бог называет Иисуса сыном. Скажу так, зачастую сначала нужно понять естественное, чтобы понять духовное. В процессе рождения ребенка есть стадии опускания, переворота и появления на свет. В преддверии родов ребенок опускается, затем переворачивается и, наконец, появляется на свет. Доктор Джерри Молиле из Луизианы, прекрасный доктор, который однажды ушел от Господа и не служил ему. Он рассказал мне, что, прочитав об этих стадиях, понял, что это схоже с рождением свыше. Опуститься – значит смириться перед Богом, перевернуться, обратиться или покаяться. А появление на свет – это момент нашей встречи с Богом лицом к лицу, когда вы становитесь новым творением. Теперь поговорим о естественных отношениях между сыном и отцом. Это поможет вам понять отношения Бога Отца и Иисуса Христа, Его Сына. Итак, начинаем. У меня есть сын Джонатан. Я перечислю несколько нужных для понимания характеристик, если у вас еще нет детей. Первое. Сын продолжает родословную отца. Тип крови ребенка определяется семенем отца. Послушайте, что сказано в первом послании Петра, в первой главе, девятнадцатом стихе, оба Иисуса. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Кровь Иисуса названа драгоценной. Иисус родился от Девы Марии. Это было очень важно, поскольку, если бы отцом Иисуса был Иосиф, то от Него передались бы и тип крови, и родословная. Но Иисус родился от Девы Марии, потому что кровь Его была идентична крови первого человека Адама. Бог сотворил его в Эдеме, вдохнул в него дыхание жизни. И Адам стал живой душой. Та же кровь, что текла в Адаме до грехопадения, была и во Христе, потому что Он родился от Девы. Рождение от Девы указывает на то, что родословное Иисусом идет от Бога Отца и Девы Марии. Второе. Иисус носил имя Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 17 главе 4 стихе, Иисус сказал Отцу, «Я прославил имя Твое. Мой сын носит мою фамилию Стоун». Если у вас есть сын, вы знаете, что носитель фамилии, именно он. Придя на землю, Иисус представлял Небесного Отца и говорил, «Я прославил Твое имя и научил Твоему имени своих учеников. Мой народ, тех, кто уверовал в Меня, сын продолжает родословную Отца». Сын носит имя Отца. И третье, что я отмечу, сын наследует природу Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 30 стихе, Иисус сказал, «Я и Отец одно». Дела, которые творю я, это дела Моего Отца. К примеру, Иисус воскрешал мертвых. Это воля Отца. Иисус исцелял больных. Это воля Отца. Иисус изгонял бесов. Это воля Отца. Когда вы видите, как Иисус творит чудеса, вы видите дела Отца. Четвертое, «Своим семенем сын продолжает род». Библия учит нас, что Божья семья, названная именем Христа, находится и на небесах, «И на земле». Иисус пришел на землю и сплотил духовную, а не телесную семью. Вот почему Бог не позволял Христу жениться. Есть множество странных поверий и даже документов третьего, четвертого веков, заявляющих, что Иисус женился на Марии Магдалине, и у них было много детей. Это совершенная ложь, и в ней нет ни капли истины. Иисус никогда не женился и не заводил телесную семью. Представьте, какое смятение было бы сегодня на земле, если бы Он это сделал. У Него нет двух семей, только одна Божья семья, искупленная кровью Агнсен. Нет четырех, пяти разных невест, только одна невеста, у которой есть отношения со Христом. Так говорит Библия. Помните, что Иисус сплотил небесную семью. Хотя мы и живем на земле, мы, как дети Божии, получили через Него духовные обещания. Почему я говорю об этом? Потому что вам нужно услышать это из моего духа и сердца. Это очень важно. В день Пятидесятницы, примерно в 32-м, 33-м году нашей эры, зародилось христианство. Тогда многие понимали, христиане верят в то, что Иисус был Сыном Божиим. В первом, третьем веках появились учителя-еретики, которые учили радикальные лжедоктрине об Иисусе. Эта лжедоктрина была исправлена Писанием и ранними отцами Церкви, которые понимали истинную доктрину Библии. А теперь следите за мыслями. Примерно во втором веке в мире родилась новая религия. В этой религии было учение, гласившее, что Иисус не Сын Бога. Та же религия верила и допускала, что Мария была девственницей, и Иисус был рожден от Девы Марии. Однако то, что Иисус Сын Бога, отрицалось. Тогда у меня вопрос. А если Иисус родился от Девы Марии, но Его не считают Сыном Бога, тогда откуда взялась Его кровь, и как Он родился без мужского семени? Мы знаем ответ. Он был зачат от Духа Святого. Где бы вы ни смотрели эту программу, задумайтесь. Если Дух Святой зачал семя Слова Божьего, Иисуса, в утробе Марии, кто же Он тогда? Это говорит о Его прямом отношении к Богу. Та же религия учит, что смертный человек не может приблизиться к Богу и остаться в живых. Из Библии мы знаем, что Бог сказал Моисею, «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Мы верим в это. Однако та же религия учит, что Иисус не был распят. Вместо Него распяли Его двойника. Бог призвал Иисуса обратно на небеса и сказал, «На земле ты солгал, сказав, что ты мой Сын. Однажды тебе придется вернуться на землю и сказать, что ты солгал». Это учение крупной мировой религии. Я считаю, вы должны об этом знать. Я лишь рассказываю ее аспекты, не вдаваясь в детали. Проблема в том, что та же религия учит, что ни один человек не сможет устоять перед Богом. Если Иисус, согласно учению, был взят на небеса и не погиб, представ перед Богом, это значит, что он очень отличается от обычного человека. Если он родился от Девы и остался в живых, увидев Бога, значит, у них с Отцом совсем другие отношения, чем были бы у простого смертного. Могу заявить на основе Писания, что основа этих отношений в том, что Иисус — Сын Бога. Так отчего же происходит путаница? Откуда столько противоречий? Некоторые религии, напомню, что речь идет не о христианстве, считают, что они верят в то же, что и мы. Они думают, что мы верим и учим так. Бог пришел, совокупился с Марией и оплодотворил ее, чтобы она родила Иисуса, поэтому мы и зовем Его Сыном Бога. Это чистая человеческая концепция. Все было совсем не так. Дух Святой заранил в Марию семя Слова Божьего. Это Слово стало плотью и жило внутри нас, среди нас. Ну а мы вернемся к теме послания. Атака на христианство — это сомнение в божественности Иисусом. Кто же Он такой? В первой, второй и третьих главах первого послания Иоанна сказано, что Дух Антихриста отрицает отношения между Отцом и Сыном. Другими словами, если кто-то говорит, что Иисус не Сын Бога, то Новый Завет, не я, а Новый Завет, говорит, что это Дух Антихриста, Дух, противящийся Христу. Скажу еще кое-что, прежде чем вернуться к гробницам. Когда религия любого вида или даже любой человек оспаривает божественность Христа, опасность в том, что они оспаривают Его небесное священничество. Иисус — посредник между Богом и человеком. Он ходатайствует за нас, чтобы наши грехи были прощены, чтобы наши имена были записаны в книге жизни. И после смерти мы обрели вечную жизнь. Апостол Павел писал, что Иисус — первосвященник нашего исповедания. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас с вами. Ну а теперь самое важное. Иисус стал первосвященником на небесах, благодаря тому, что пролил свою кровь на земле. И эта кровь омывает нас от наших грехов. Если вы отвергаете божественную природу Христа и считаете Его просто хорошим учителем, вы отвергаете Его священничество. Если вы отвергаете Его священничество, у вас нет доступа на небеса, а ваши грехи не прощены. Как узнать, что ваши грехи прощены? Как узнать, что у вас есть доступ к Богу? Мы знаем это, потому что Библия говорит, что Иисус Христос вечный ходатай за нас с вами. Другими словами, если мы не верим, что Иисус, Сын Бога, не верим в Его божественность, мы отрицаем Его священничество. И нам нужно придумать другой способ попасть на небеса. По этой причине разные религии сами придумывают, что сделать, чтобы попасть на небеса. А мы знаем, что Иисус живой благодаря событию, которое произошло в гробнице. Напомню, что я стою у гробницы семьи Иродов. Конечно, их костей там уже нет. А вы просто можете видеть круглый камень и ход. Более ничего. Библия говорит о человеке по имени Иосиф из Аримафеи. Согласно поверию, он был очень богатым. Согласно Евангелию от Иоанна до заката, накануне Пасхи, тело Христа сняли с креста, обернули пеленами со множеством благовоний, положили в гробницу, очень похожую на ту, которая находится здесь, и закрыли вход двухтонным камнем. Доктор Джош Макдауэлл писал, что этим камнем, весившим больше двухтон, закрыли вход и поставили на камни римскую печать. Первое. Ученики были до смерти напуганы. Когда Иисус воскрес из мертвых, они, опасаясь за свою жизнь, прятались в доме с наглухо закрытыми дверьми и окнами. Единственным верным учеником был апостол Иоанн, который взял к себе Марию после смерти Иисуса. Иосиф из Аримафеи разрешил положить Иисуса в свою гробницу, зная, что Господь там не останется, и через три дня воскреснет из мертвых. Если кто-то нарушал римскую печать, всех солдат ждала мгновенная смерть. По разным оценкам, гробницу Иисуса сторожили от 12 до 16 римских солдат. И вот что произошло. Ранним утром в Иерусалиме случилось землетрясение. Ангелы Божии откатили камень, и солдаты упали на землю, как мертвые. Другие солдаты побежали в город, чтобы рассказать властям, что произошло. Власти заплатили солдатам, чтобы те говорили, «Пока мы спали, ученики выкрали тело». Доктор Джош Макдаул выяснил это в ходе изучения различных свидетельств и доказательств. В те времена нарушение римской печати сулило смерть всем солдатам. Если то, что они охраняют, пропало, солдат сжигали заживо прямо в одежде. Римская печать стояла на камне, именно чтобы предотвратить хищение тела. Второе. Ученики были напуганы. Даже если солдаты спали, как те могли пробраться к гробнице, откатить двухтонный камень, развернуть тело, вновь сложить с погребальной пелены и пронести труп мимо спящих солдат. Солдаты убили бы их прямо на месте. Ученики были настолько напуганы, что не собирались ничего красть. Они прятались, наглухо закрыв все окна и двери. Все подтверждает то, что тело украсть не могли. Если бы они украли тело, они вынесли бы его прямо в погребальной одежде. Однако все пелены так и лежали в гробнице, потому что Иисус воскрес, и его тело вышло из этих одежд, а небесные ангелы принесли ему другую одежду. Мария увидела Господа в одежде садовника. Те же одежды носят в день искупления. После воскресения Иисус сказал, «Не задерживай меня, Мария, потому что я еще не вошел к Отцу Моему. Скажи им, я восхожу». Это означает, что он собирался принести свою кровь к престолу милости, как говорит послание евреям, и окропить своей кровью всю обстановку на небесах. Жаль, нет времени рассказать об этом подробнее. Затем Иисус Христос вернулся на землю, показать шрамы на своих руках и в боку, в Фоме, чтобы доказать, что Он воскрес из мертвых. Я знаю, что Иисус воскрес из мертвых не только потому, что гробница в Иерусалиме пуста. Иисус способен преобразить жизнь, мгновенно освободить людей от зависимости, крестить людей Духом Святым и позволить им говорить на языках, которых они никогда не учили. Иисус Христос сегодня жив, потому что Он вкладывает любовь в сердца черствых людей. Если вы хотите изменить мир, политика вам не поможет. Америка, ни республиканцы, ни демократы не смогут ничего сделать. Вы сделаете это только через Иисуса Христа, силу Его крови и Его духа. Только это изменит жизнь людей. У меня есть для вас совершенно новое предложение. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Часто христиане переживают много эмоций, моральных терзаний, живут в депрессии. Другим никак не принять свое исцеление. Некоторые не понимают, почему нет ответов на их молитвы. Если вам нужен абсолютный духовный прорыв, у меня есть инструмент. Я покажу вам, какие блокады и препятствия вы строите себе сами. К примеру, христиане постоянно обсуждают прошлые грехи тех, кто был прощен, и перешептываются об этом с другими верующими, что уже само по себе грех. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос говорил, что такие поступки приводят в действие духов-мучителей. Моя последняя книга — это самое понятное руководство, объясняющее, почему 7 из 10 христиан живут ограниченной жизнью и как им обрести свободу. Я научу, в чем опасно сделать все правильно и что-то одно неправильно. Узнайте, какой опасный урок нужно усвоить у человека по имени Шемии. Узнайте, как христиане становятся печальными рыбаками, улавливая самих себя. Узнайте ошеломляющую историю об ангеле, который упрекнул служителя за обсуждение давно прощенных грехов своей жены. Как непрощение блокирует возможность принять свое исцеление. Узнайте секрет Христа о законе согласия двоих или троих. Я объясню, как христиане зачастую ежедневно становятся лжеследетелями. Есть связь между прощением и возрастанием веры. Еще одна важная глава — «Как простить в экстремальных случаях». Я расскажу, какие четыре вещи Бог позволяет вам осуждать. И, возможно, самая важная глава — когда Бог отменяет ваше будущее прощением. Вам нужно это знать. К книге мы прилагаем новый аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей». Эти аудиодиски придадут вам сил провозглашать освобождение ваших детей и внуков, которые не служат Христу, и объяснят, как разрушить твердыни сатаны в их жизни. Это одно из важнейших учений за все мои годы. Пришло время принять прорыв для всей вашей семьи. Моя новая книга «Рыбалка в море прощения» и аудиосборник «Ключи к молитве заблудных детей» доступны за пожертвования в 35 долларов или более. Вы можете сделать заказ на нашем веб-сайте, позвонить по телефону или написать на почтовый адрес. Это предложение F134. Если вы выполните инструкции в этой книге и последуете молитвенным принципам прорыва, вы совершите потрясающий духовный прорыв в своей жизни. Так что сделайте свой заказ уже сегодня. Я нисколько не сомневаюсь, что это самое важное за всю историю фестиваля Манны предложение для вас и ваших детей, которые ушли от Бога. Люди говорили мне, что прочли эту книгу четыре или пять раз, чтобы усвоить все истины. Вам тоже нужно ее прочесть. Спасибо, что помогаете фестивалю Манны оставаться в эфире. Теперь расскажу о наших поездках. Джексонвиль, Флориде, с 24 по 26 января. Евангельская ассамблея Бога. Затем мы едем на Гавайи. С 9 по 12 февраля собор царя в Мауи, а затем посетим Гонолулу. С 14 по 16 февраля собор царя на Востоке. Если вы живете на Гавайях, это мой первый приезд туда за последние 15 лет. Не забывайте о наших фестивалях воинов, на которые уже можно зарегистрироваться. Мы с предвкушением ожидаем эти молодежные встречи в конце марта. С 23 апреля пройдет пророческий саммит. Это бесплатно. Регистрация нужна нам для уверенности, что всем желающим хватит места. Недавно мы вернулись из Израиля, где поставили новый рекорд и записали 42 выпуска фестиваля Манны. Это новые программы из 20 новых мест, которые мы никогда раньше не показывали. Они начнут выходить в эфир с 1 марта. Между делом мы заканчиваем работу над 8 программами, которые были записаны в Израиле еще раньше. В следующие 12 месяцев вы увидите совершенно новые программы оттуда. Во время туров у нас часто звучит шутка. Это новая программа, потому что у меня новая рубашка. Всему вино YouTube. Видя множество заставок, на которых я одет в одну и ту же рубашку, люди думают, что это повтор программы. Поскольку в Израиле очень много мест для съемок, все, что вы увидите, начиная с марта, это совершенно новые программы. Также хочу сообщить, что мы собираемся запустить в эфир всемирное молитвенное собрание. Мы соорудили новую современную студию в здании Международного Центра Омега. И каждый четверг будем транслировать прямой молитвенный эфир. Ваши молитвенные просьбы будут показываться на экранах. На это собрание приходит около 150 человек. В течение часа они будут молиться за ваши просьбы. Присоединяйтесь к этой всемирной молитве каждый четверг в прямом эфире. Вы можете смотреть его из любой точки мира. Единственный нюанс разница во времени. В разных странах эфир идет в разное время. Но есть люди, которые встают в два, в три часа ночи, чтобы к нам присоединиться в прямом эфире. Спасибо вам за это. Мы верим, что молитва все изменит. Недавно наше служение подверглось сильной атаке. Мы все уверены, что причина именно во всемирной молитве. Сатана ненавидит молитвы, потому что молитва приносит исцеление, освобождение, спасение и крещение Духом Святым. Молитвы принесут пробуждение на землю каждому человеку. Но, несмотря на атаки, мы не сдадимся. Спасибо нашим партнерам, спасибо, что молитесь за нас даже в дороге и не забывайте упоминать нас перед Богом. Постарайтесь побывать на наших важных собраниях в Южной Дакоте и Монтане в этом году. Увидимся через неделю. Редактор субтитров Корректор А.Егорова